Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Файберлик беспрекрасно. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Очень много пустышек, но начну с того, что на губах, потому что практически все время спрашиваете. Это помада Файберлик, жидкая, в артикуле 409-60. Так, теперь пустышки. Их очень много, давайте по порядку. Так, что у нас тут из серии Дома, гель-концентрат для стирки, не серии Дома, серии Ума, гель-концентрат для стирки детского белья. Вот это вот недавняя новинка, 0+, артикул 305-15. Вы знаете, вещь хорошая, хорошо отстирывает. Белье с ним мягкое, даже без кондиционера, все отлично. Плюс тут еще и он из серебра, то есть как-то обеззараживает вещи, да. Но аромат, минут мал аромата, я хочу аромат. Здесь он классный. Вот если бы он такой оставался на сухом белье, цены бы ему вообще не было. Он действительно классный. Это такая свежесть, чистота, зеленушечка. Такая вот прям классная-классная. Но у меня мало аромата, и я больше все равно люблю стирать порошками. Поэтому не знаю, буду ли повторять еще. Ультракондиционер для белья Сенситив. Он тоже у нас с вами 0+. И он делает белье самым мягким из всех кондиционеров, которые я когда-либо пробовала. Он делает белье самым мягким, 118-56. У него нежная, деликатная одушка, цветочки, красивые, вкусненькие. Но тоже вот на высохшем белье ее практически не ощущаешь. То есть по факту из флакона она достаточно сильная и очень-очень вкусная. Вот если бы она звучала так же громко, как и органно, я бы только этим кондиционером пользовалась и даже больше не думала. Органное белье не такое мягкое, но звучит ярче. Вот я люблю, чтобы звучало. Так, дальше. Бат. Это у нас с вами витамин С плюс цинк. Пропила. Артикул 157-89. Витамин С нужен. Цинк тоже нужен. Пропиваю такие вещи периодически. Теперь, скорее всего, до осени больше повторять не буду. А потом, да. Вот именно витамин С, он не только за здоровье отвечает, да, как бы вот в сезон простуд и так далее, но и для красоты. Поэтому Бат хороший. Результаты вижу. Результаты вижу как. Чувствую себя хорошо. В сезон простуд не болею. Вот сейчас болею, никак не могу вылечиться. Все как-то очень жестоко. Но последний раз до этого болела полтора года назад. Опять Ксюшка как бы что-то принесла, да. А так... Тьфу-тьфу-тьфу. Так, дальше. Закончилась приправа. Правильная приправа. Не чай Фэмили Клаб. Средиземноморские травы. 161-36. Вот такая баночка. Мне понравилось эти травы больше добавлять в салаты. Когда делаешь огурчики, помидорчики маринованные или вяленые и так далее. Можно, в принципе, и в плов добавить. Ну, кому что нравится. Она достаточно яркая по своему вкусу. Но вот здесь каких-то противных для меня лично трав нет. Я не люблю, когда сильно чувствуется тмининг, гвоздика. Здесь как бы все вкусно. В целом все очень хорошо. Здесь и соль есть как бы в минимальном количестве. И много различных трав. Нормальная приправа. Возможно, повторю. Так, из еды тут еще кашка закончилась. Вот такая мультизлаковая с яблоком и фундуком. Вкусная каша. Мне нравится. Вот сейчас откопала их у себя и на завтрак потребляю. Стараюсь питаться правильно. Не всегда получается, но стараюсь. И вот такие вот вещи, они как подспорье. Потому что готовить на всю семью. Кому-то это, кому-то это. Все, как я, есть не будут. Вот, допустим, Ксюха мне эти каши не любит. Есть что-то другое. Муж, соответственно, их тоже есть не будет. Но, когда вот так вот залил быстро кипятком, да, и скушал, это вот хорошо. Поэтому даже, скорее всего, я возьму себе еще каких-нибудь, если они есть. Потому что, мне кажется, вот эта серия, она потихоньку сходит на нет. Ее выводят. Это 161.13 артикул. Каша вкусная, каша нормальная. Можно ягодки добавлять, как бы. Состав у них хороший. Все, как бы, отлично. Так, дальше, девчонки, покажу вам краски. Про цвет волос тоже очень много вопросов. Скоро будем с вами краситься. Будем краситься именно этими красками, которыми я красилась в последний раз. Буду красить корни и потом в конце эмульгировать. Кончики уже трогать не буду. Потому что на корнях все-таки есть желтизна. Она потом вылезает. Но не критичная. В целом, меня устраивает цвет волос. Меня устраивает, как она работает на волосах. Она достаточно мощная и может их пожечь. Краска именно экспертовская. Про нее сейчас речь. Хотя и в краске соломки тоже большой процент окислителя тоже жжет. Но не так, как эксперт. Я мешала в последний раз вот эти два оттенка. 8, 1 и 10, 15. Сначала, наверное, до 3-4 помывки очень красивый цвет волос. С сиреневым отливом. Но я сюда еще добавляю сиреневый пигмент. 0,22. Сиреневый пигмент где-то 4-5 см я сюда добавляю. Но и без пигмента выглядит все очень достойно. Просто на каждых волосах она будет смотреться по-разному. Имейте это в виду. Если у меня получилось так, он может получиться у вас совершенно по-другому. Артикул салон Киа 10, 15 у нас с вами 82, 76. Артикул эксперт колор 180, 43. Повторила опять эту покупку. И будем скоро с вами краситься. Уже корни сильно отросли. Так, дальше, девчонки. Детокс пластыри для ног. Артикул 110, 116 в обновленном дизайне. Проделала на утро черный. Ну, вроде как работают. Это опять-таки средства с недоказанной эффективностью. Купила такие же, ну, их очень много на маркетплейсах, на зон на Вайлдберрис. И они дешевле в 20 раз. Поэтому не вижу смысла переплачивать. Купила на маркетплейсах и делаю их. Там за 50 штук цена в два раза дешевле, чем здесь за 10. Поэтому смысла не вижу. Если уж делать, то делать. Проделывать, пока они не станут светлыми. У меня светлыми они так и не стали. Поэтому, не знаю, видимо, так много во мне токсинов или еще что-то. Девочки писали в Телеграм, что у них становятся они светлыми через какой-то промежуток. Но это гомеопатия. Здесь, чтобы увидеть эффект, нужны месяцы. Дальше. Мыло для рук. Лакрем. Вот такое вот с молочком, с молочными протеинами, с миндалем. Мне больше всего нравится с миндалем. Действительно есть аромат миндаля. Вот это мыло руки не сушит. Если вам сушит какое-либо другое, допустим, бьюти-кафе или для кухни мыло, возьмите, попробуйте обязательно Лакрем. Артикл 2873. Нежное кремовое мыло, которое не супер-пупер пенится. Но я этого и не жду. Помыл руки и нормально, все отлично. Но не сушит ручки. Поэтому присмотритесь. Так, дальше, девчонки. Ныряю в пустые баночки, чтобы показать вам два таких вот спрея из серии DreamTherp. Это Ксюшка. Я вам уже рассказывала. Она без него не может. Все. И теперь мама не в запас, чтобы стояла. Не дай бог кончится. Перед сном она себе распыляет в комнате. И нам заодно пшикает через окно. Ей очень нравится этот аромат. Она прям с ним засыпает моментально практически. 25-59 артикул. Он ярко выраженный. Может быть и не каждому понравится. Потому что здесь есть, насколько я помню, лаванда. И если кто-то ее не любит, то не зайдет, скорее всего. Но мне нормально. Мне сейчас нравится. Мне во время беременности не зашло. Я задыхалась из палаты этой серии. Просто валилась с ног, скажем так. А сейчас мне нравится. Так. Алоэ. Шампунь. Недавние новинки. Тоже 29-15 артикул. Алоэ и крапива. Там были крапивы. Мы с вами обсудили. Или она тоже у меня здесь. Нет. А. Нет. Это не она. Вы знаете, неплохие шампуни. Ну вот надо пробовать, чтобы понять. Зода головы не вызывали. Промывают хорошо до скрипа. Алоэ. Чуть-чуть побережнее, мне кажется, к волосам, нежели крапива. От крапивы они у меня были посуше. Утяжеления никакого нет. Хотя кто-то из девчонок недавно писал, причем про крапиву, что было утяжеление. Поэтому тут надо смотреть, надо пробовать. Моим волосам вот это понравилось. Они выглядели объемными, рассыпчатыми, живыми. Без силиконового какого-то утяжеления. Я сейчас такое люблю. Так. Дальше. Влажная туалетная бумага. Ксюшка попросила еще. Ей нравится пользоваться больше влажной. 304-01. Она у меня такая чистюля. Ей надо прям все до блеска. Она сказала, мама, закажи еще. Она смываемая. В этом ее плюс. Если, не дай бог, маленькие дети, там можно салфетку или еще что-то выкинуть в унитаз нечаянно, то здесь бояться нечего. Все отлично. Там их 40 штук. Цена, в принципе, адекватная. Ума 1+. Это у нас с вами детский шампунь-гель для душа. Используем как подмывашку, иногда как пену для ванны. 1+, пенится нормально. 0+, пенится гораздо хуже. Поэтому периодически беру. Бывает. Так. Дальше у нас с вами липовый цвет. Гель для душа. Прям быстро доиспользовали. У ночи всем понравился. 200-03 артикул. Действительно пахнет липкой. Я бы больше сказала, что липовый мед. Вот прям такая сладенькая-сладенькая классная липка. Поэтому присмотритесь. Не скажу, что прям как-то кожу пересушивают эти гели для душа из новой линейки. Обычные, в принципе, гели для душа. И цена у них обычная, бюджетная. Вот такое мыло для кухни закончилось. Устраняющие запахи. Это сладкий апельсин. 302-04. Нормальное мыло. Но вот эти мыло для кухни у меня сушат кожу рук. А так в целом действительно со своей задачей справляются. И запахи устраняют. Так, дальше мелкие баночки. А, вот у нас с вами БАД молекулярный. Это, господи, баланс нервной системы. Про пила. Вот так он выглядит. Артикул. Сейчас найду, девчонки. 156-74. Внизу так мелко пишут. Баланс нервной системы. А пила в первой половине дня, потому что он, именно баланс, да, балансирует. Не обладает эффектом снотворным. А наоборот, есть некий возбуждающий эффект. Поэтому пила в первой половине дня. И могу сказать, что работает. Вот чувствовала себя хорошо. Не нервничала по пустякам и не по пустякам. Вот прям классный БАД с удовольствием повторила. Ну, цены такие, конечно. Вот хотелось бы, чтобы хотя бы в программе их можно было брать 70% скидкой. Так, легендарный кислород. Гаммаж для лица. Глубокое очищение. Артикул 0271. Периодический бюро. На утреннее умывание мне очень нравится. Там мелкие частички, но они округлые. Кожу не травмируют, не царапают. Достаточно деликатное умывание, но в то же время с хорошим отшелушиванием. Кожа после него прям дышит. Очищает прекрасно. Мне очень нравится. Дальше закончился концентрат. Вот такой гиалуронка. Наконец-то добила. 28-16. Подкожников никаких не вызвал. Сейчас вот на весну, потому что еще холодно, да. Летом не могу сказать. Концентрат классный. Кожа выглядит великолепно после этой серии. Просто потрясающе напитанная, увлажненная, лоснящаяся. Вот нравится серия, но на лето, на лето может вызывать подкожники. Там есть чему вызывать. Гиалуронка, она сама по себе в принципе способна на это. А вот такой вот бальзамчик, девчонки, 77-13. Тицклера для кутикулы, для сухих каких-то мест. Очень понравился. Еще один такой стоит в использовании. Мне безумно нравится аромат. Он такой вазелиновой текстуры. Мне безумно нравится вот этот ореховый натуральный аромат. Я просто от него балдею. Действительно круто увлажняет. Я обычно ставлю на тумбочку у себя возле дивана и перед сном смазываю ручки, кутикулы и вдыхаю, и кайфую. И увлажненная все супер с утра, как бы классно. Хорошая штука. Так, дальше. Вот такой вот чай бронха закончился, как болели, пили. 156-69. Я чуть что, Ксюшка начинает там подкашливать. Я сразу вот этот бронха и в идеале с иммунити. Завариваю один пакетик бронха, один иммунити. И вот так вот пару-тройку раз в день. И можно не разболеться. Состав потрясающий. Трава тут хорошая. Вот эти сборы прям надо запастись себе. Купить тоже. Пусть лежат. Десерта дрожжей Гипполайт. Вот такой пропила здесь. 20 штук. 157-31. Периодически нужно такое. Для чего? Для органов пищеварения. Для желчного. Он обладает, кстати, желчегонным эффектом. Поэтому если камни, можно поаккуратнее. Но я его с камнями еще до удаления желчного все равно пропивала. Он может снимать изжогу, если вы страдаете хронически, да, таким недугом. Вещь тоже классная. Почистится немножко. Не повредит. Слушайте, еще один нашла спрей. Представляете, сколько у меня их в пустых баночках этих спреев Дрем Терпи. Так, дальше. Зубная паста. Живица. Кедра. Вот так она у нас выглядит. Смотрите, она сломалась в процессе использования. Очень жаль. Мы практически до конца ее добили. 24, 24, 44. Знаете, классная паста на самом деле. И чувствительности не вызывала. Вот у меня другие пасты из этой серии. Сейчас чищу. Заметила. Если каждый день вызывают. А этой каждый день чистила. И нет. Вообще нет. Ксюхе не понравилось. Потому что здесь действительно такой привкус. Живица она не стала чистить. Вот такой травяной. На любителя. А мне его очень нравилось. Я с удовольствием использовала. Куркума, девчонки. Ночной крем добила. Дневной нет. Дневной вот мне почему-то как-то тяжеловато. Потому что там есть СПФ. А ночной великолепный. Артикул не скажу. На баночке его нет. Серия великолепная. Вот просто великолепная. Мне вот эти вот кольца Венеры. Я прям особенное внимание с этим кремом уделяла. Декольте. Практически ушли, когда пользовалась этой серией. Понравилось. Разглаживает. Кожа какая-то бархатистая. Цвет выравнивается. Вот великолепный уход. Кто не пробовал, прям рекомендую. И ночной, не тяжелый. Ничего. Все классно. Все супер. С утра кожа выглядит шикарно. Очень понравится. Так, дальше, девчонки. Освежитель вот такой закончился. Водный. 30326. Тропический бриз. Классный, свеженький. Классный, свеженький. Защита от детей. Не вредный, потому что водный. Как бы, да. О, шикнула прям на камеру. Поэтому периодически разные вкусы. Повторяем, беру. Витамин Д3 допила. Наверное, сейчас пока сделаю перерыв. Хотя рекомендую все-таки его пить постоянно. Но я обычно в теплое время года делаю перерыв. Потом осенью опять возобновляю. Постоянно пью. 157,77 артикул. Здесь нормальная дозировка. По 2 штуки с утра я пью. Но можно и по 4, по сути. Но опять же, лучше дать, конечно, анализ. Посмотреть наличие витамина Д3 у вас в крови. Дальше. Из детской линейки. Ума тоже недавняя новинка. Пена для ванн меняющая цвет. 28,82. Она действительно меняет цвет. Она сначала такая, я забыла, зеленоватая? Нет, синяя. А потом, когда воду наливаешь, она становится зеленоватая. Ксюшке было прикольно. В общем, пенится она хорошо. Нареканий никаких нет. Поэтому, да. Так, дальше. Вот такой вот добили шампунь, как гель для душ. Потому что как шампунь мне вообще вот эти новинки не понравились. Вообще. 13,56 артикул. Вот волос какие-то безобразные после таких шампуней. Как будто не промытые, что ли. Пакли сосульки. И в то же время пушатся. Статическая электричество. Боже, знаете что, девчонки. Мне не понравилось. Еще два в одном. Шампунь, бальзам, архит. Нет, нет. Вообще точно не повторю никогда. Так. Монарда плюс витамин Е для ногтей. Один из любимейших новых продуктов. Здесь есть артикул. 67,34. В постоянном сейчас использовании. Потому что быстро впитывается. За кутикулу ухаживает. Узумительно. Нанес через 3 минуты. Все, ничего нет. Все впиталось. Никакой масляной пленки. Ничего. Но в то же время очень круто ухаживать. Подлечивать. Ноготочки. Борется с грибком. Поэтому присмотритесь. Вещь действительно очень годная. Бывает в последнее время частенька на акциях. Пенный очиститель для обивок и ковров закончился. Артикул 302,52. Действительно справляется с пятнами. Но я нашла сейчас посильнее вещи. Перкарбонат натрия. Допустим. Он помощнее. Вот это послабее. Но это достаточно удобно. Вот если хотите машину почистить. Если хотите диванчик освежить. Вот этой пеной удобно. Распылили. Пена через 3 минутки где-то сошла. Взяли влажную тряпочку. Вот так вот все вытерли. Все. Если какие-то сильные загрязнения на ковре. Допустим у нас пластилина или еще что-то. Вот приходится прилагать усилия. Если с перкарбонатом натрия не приходится прилагать. То здесь приходится. Поэтому пока повторять не буду. Кокосовый скраб из линейки Цикле. Я тоже не скажу. Наверное артикул на баночке. Нет. Есть 66-46. Это великолепные девчонки продукты. Действительно он относится к категории премакияж. То есть он делает здесь немного на самом деле частичек. Их совсем мало. Они маленькие. Они не угловатые. Они травмируют лицо. И сам вот этот порошок. Он очень вкусненький. Он попадает в рот. Я специально попробовала. Все говорили он сладкий. Да он сладкий. Сладкий вкусный на вкус. Реально. Кокосом пахнет. Натуральный такой суперский классный. И лицо после этого скраба и отшелушенное. И напитанное как будто маслами. Без утяжеления. Без какого-то лишнего блеска. Оно прям заблюренное. Поэтому вещь обалденная. Вот так по скидкам, по купонам. Там по разным. Можно конечно взять. Но его хватает не очень надолго. Он быстро как-то расходуется. В этом совсем мало. На руку сухой продукт кладешь. Водички добавляешь. Размешиваешь. На лицо нанусишь. Массируешь. Массируешь. И все. И потом прям красотка. Живицу тоже вот сейчас допили. Недавно последнюю баночку. Больше в запасе нет. Надо прикупить. Живица это рабочая лошадка. В нашей семье. И не только. 157-28. На сезон простуд. Ребенок у меня в сад ходил. Долго-долго не болея. Ксюшка еще. Я из 5-4 лет начала ее давать. Курсами не болея. И вот как-то вот. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже говорить ничего не хочу. Но продукт действительно работает. Пропивать курсами в сезон простуд. Очень рекомендую. Для поддержки иммунитета. Закончился вот такой спрей. Аромия Хэппи. Тут артикула тоже нет на баночке, девчонки. Хэппи один из самых классных ароматов. Он яркий, насыщенный. Очень насыщенный. И они долго держатся. Если вот на шторы, допустим, распылить. На плед, на диван, в воздухе. Достаточно долго. Не так, как водный освежитель. Поэтому мне нравится. В роли освежителя тоже такой продукт беру. Так, ну на этом все. Мои хорошие баночки пустые закончились. Надеюсь, ролик был вам полезен и интересен. Если так, обязательно ставьте лайк. Ссылка для регистрации в Фиберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok